МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В гостях эксперт по ремонту и строительству автомобильных дорог Ренат Губаев. Здравствуйте. Здравствуйте. А также эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта «Безопасные и качественные дороги» Семен Васильев. Здравствуйте. Мы также рады вас приветствовать. Качество дорог в России ругает даже ленивый. Когда наши трассы будут соответствовать нормам? Ну, что имеется в виду нормы? Каждая дорога имеет свою пропускную способность, правильно? То есть, если дорога будет качественно запроектирована, качественно исполнена, вот это и будет соответствовать нормативу тех требований, которые предъявляются к этой дороге. Если мы будем претендриваться к этих критериям, то, конечно, мы будем быстрее продвигаться к тем показателям, чтобы нормативное количество дорог у нас увеличилось. Соответственно, это будет эффектно и для народного хозяйства, и для самих участников дорожного движения. Вот этот тот критерий, к которому надо обязательно идти. Я предлагаю посмотреть сюжет из Нурлата, где продолжается ямочный ремонт. Внимание на экран. Водительский стаж Эльдара Яхина 26 лет. Как и любой другой участник дорожного движения, испытывает трудности из-за ямы неровностей на проезжей части. Поэтому во время езды на своем авто всегда замечает, где и что нужно привести в порядок. Каждый год ямы, в прошлом году были бы маленькими, уже на следующий год, они уже весной готовы, уже большими станциями, 5 сантиметров глубина должно быть. Это уже ямочный ремонт сделать надо. Ну, горячий асфальт хороший, но надолго хватит. Это не вечный, но стараемся сделать качественно, красиво, чтобы людям хорошо было ездить. С приходом плюсовых температур дорожники начали заделывать ямы горячим асфальтобетоном. До этого использовали холодный способ. Сначала внимание участкам с наиболее интенсивным движением. К примеру, улица Самаренкина. На следующей неделе Кориева и Нурладская. Холодным способом мы в основном делаем это в деревнях, в населенных пунктах, в направлении Салдакаева и Акушкина. Направление Чувашский-Тимирлик деревня сделали. Литым асфальтобетоном делаем. Направление старых чулнов. Горячие уже применяем в городе. На протяжении строительного сезона будем делать ямочный ремонт. Также рабочие покрасят остановочные павильоны, дорожные знаки и уберут мусор вдоль дорог. Ольга Морская, Гульнас Хасаншина, Рушадзи Алалов. Новости Татарстана. Ренат Грифилович, как вы оцениваете проводимые работы, которые будут делать? Вы знаете, при заключении контрактов, допустим, на ремонт дорог, должен четко соответствовать регламенту этих работ. То есть там должны включиться те работы, которые необходимы для качественного выполнения. Вот, кстати, здесь показано то, что практически, ну, может быть, я не заметил в сюжете, что там продули, но то, что там уже имеется сырость на основании этого ремонтного участка, уже говорит о том, что как бы горячий асфальт не лег на этот участок, даже на тот битум, потому что битум сам по себе уже быстро остывает, то практически, как бы, в перспективе это ямочный ремонт ненадолго. Тем более, видите, обрывает, покрывает битумом. Хотя сегодня это есть технологии, которые пользуются битумной эмульсией, но в связи с тем, что это слишком дорогой мероприятие, ну, дорогой материал, старается делать битум. Но самое главное еще, вот тут не показано, что они не прогревают. Пока не будут прогреты кромки и основания, а почему надо не только высушить, а надо и прогреть, потому что в порах основания ремонтного участка остается вода. Потому что вода – это такая проникающая способность, и дисперсные даже капилляры, остающиеся, не дают надежно схватиться, даже какой бы горячий асфальт не лег на это основание, в любом случае будет какое-то отражение. То есть даже прессовать температуру не помогает? А что может температура, если асфальт где-то 140-130 градусов ложится? Обратили внимание, когда вы же видите, участвуйте, что когда мы укатываем асфальтобетон, почему вальцы катков водой, чтобы не приставал асфальтобетон? А здесь мы видим сырой участок, и на него положим асфальт. То есть образуется мостик, который не даст возможности надежно приклеиться, будем условно говорить так, к нижним условиям того ремонтного участка. Также за качеством дорог следят многие общественные организации, в том числе и организация «Карт убитых дорог», такой проект. Давайте рассмотрим его, посмотрим наглядно. Например, Семен Георгиевич, давайте вы нам покажете, как работать в этой программе. Вы заходите на сайт дороги.онф.ру, здесь вы можете ввести свой населенный пункт. У нас здесь указано Казань, можете ввести любой город. Здесь сразу указано, сколько дорог отремонтировано за этот год, здесь 134 километра. Сколько дорог отмечено, как убитые, 145 километров. Также вы здесь можете отметить свою дорогу или свой двор, там, где вы каждый день ездите, которую нужно отремонтировать. Вы регистрируетесь на сайте, здесь простая регистрация, делаете фотографии, отмечаете на карте, пишете описание, и потом эта дорога будет здесь включена. На эту карту обращают внимание органы власти, исполком города, исполком вашего муниципального образования, и эта дорога будет отремонтирована в ближайшее время. А как вы реагируете на информацию, которая поступает от общественников? То есть положительно? Просматриваете каждый вопрос? Обязательно на каждое обращение его нужно отфильтровать. То есть выезжает на место обязательно несколько общественников, фиксирует это еще раз, делают фотографии, проверяют качество. То есть есть яма, нет ямок, ну, это улица, это фотографии, чтобы все было честно, чтобы попали именно те дороги, насколько, да, чтобы попадали именно те дороги, которые требуют ремонта. Потом эта информация здесь на сайте будет как подтвержденная после того, как ее проверят. То есть вот, например, мне, у меня во дворе дороги не самого хорошего качества, вот я увидела яму, куда мне нужно обратиться? Вам нужно сделать фотографию этой ямы, зайти на сайт дороги.онф.ру, зарегистрируется на этом сайте, оставить фотографии, поставить точку на карте, отметить геопозицию, то есть этой дороги или в вашем случае двора, и описать проблему как можно подробнее. В ближайшее время с вами свяжут. Как быстро ответят на мой запрос? Обычно один-два дня. То есть в течение одного-двух дней ответят, а уже по мере того, насколько серьезен запрос, как-то, наверное, регулируется, да? Да. Эта дорога будет включена в планы ремонта. На эту карту обращают внимание органы госвластика, когда формируют план ремонта на следующий год. А вот если говорить о стоимости дорог, многие говорят, что якобы километр дорог уже, такие мифы, не только в золоте исчисляется, да, километр дорог, но даже чуть ли не в бриллиантах. Так ли это? Да нет, конечно. Каждая дорога имеет свою цену. Поэтому говорить, что вот эта дорога дороже, эта золотая, эта серебряная, то это неправильно. Потому что конкретно в сметной документации указывается тот непосредственно конструктивный слой или там земляное полотно, дорожная одежда, который соответствует тем ценовым показателям. Тем более существует все-таки контроль на окна в лице экспертизы, который тоже не дает особо, как говорится, можно ведь, знаете, какие закладывать щебень, может быть, с луны привезти, правильно? А есть определенные районы поставок, трассы, значит, стоимости их, отпускные цены. Поэтому я считаю, что это не совсем корректно с точки зрения вот такого мифа, который говорит, что вот у нас бриллианты дороги. Золотые дороги? Любая дорога, она, опять-таки, еще раз повторяю, имеет свою цену. В зависимости от высоты, то есть толщины дорожной, категории дороги, понимаете, ведь у нас их как минимум пять категорий дорог. Значит, категория, она имеет и свои геометрические параметры, соответственно. Мы же ведь как считаем, вот километр дороги стоит, скажем, допустим, 100 миллионов там дорога. Но это первая категория. Естественно, она дорогая, что дорога 27 метров шириной, ну, я имею в виду зенополотной, или дорога, которая, вот, пятая категория, которая 10 метров, и которую без, можно и без асфальта положить. Поэтому все это вот как бы... То есть я правильно понимаю, в зависимости от того, где находится дорога, закладывается определенная, так скажем, прочность вот этих материалов? Ну, тут много факторов. Вот тут это интенсивная складывательность, важная необходимость этой дороги. Ведь есть у нас и федеральные, и региональные дороги, есть муниципальные дороги. То есть значимость дороги тоже влияет на тот конкретный, те задания, которые дается, допустим, проектировщикам. И отсюда делается соответствующая документация, и закладывается соответствующие денежные средства. А если говорить о оптимизации стоимости километра дорог, то какие есть новые технологии для того, чтобы удешевить эту стоимость? Ну, знаете, есть такая уже давно избитая фраза – дороги дороги. Не может быть дорога дешевая, которую хотят… Чем мы больше экономим, тем больше потом проблем создаем. Потому что хорошие дороги должны быть сделаны качественно, с хорошим материалом. Я вот такой пример приведу. Кто был в Крыму, ехал с Симферополя в Балуж, что там вот есть 25 километров, построили немцы 8 или 9 лет назад. Там нет ни одного трещин, ничего. Они привезли свой материал, все свои материалы, свои технологии, выполнили. Конечно, может быть, там чуть климат полегче, но я никогда не видел, чтобы дороги отсутствовали поперечные трещины, как у нас вот на дорогах. То есть, во сколько важно подойти, качественный материал подобрать. А материал можно ведь везти откуда угодно. У нас вот самый хороший материал каменный является. В Карелии, там вот, в норвежской грядах. Поэтому битум, конечно, немцы свой битум, наш битум, к сожалению, его трудно назвать битумом, это отход нефтепереработки. Соответственно, мы вот пока имеем то, что имеем, отсюда и стоимость. В таком случае, немножко провокационный вопрос. Не считаете ли вы, что у нас в России специально делают некачественные дороги, для того, чтобы вот постоянно их латать? Нет, конечно. Дороги как некачественные. У нас очень хорошие дороги для нашего климата. Стоит учитывать климат, стоит учитывать размеры страны, которые делают дороги. Нигде сейчас не делают столько новых дорог, нигде не ремонтируют столько дорог, как у нас. Потому что их состояние в некоторых случаях, оно не развалилось от того, что ее 5 лет назад сделали плохо. Некоторые дороги сделали 50 лет назад, 40 лет назад. Поэтому их, естественно, нужно ремонтировать. Но я бы хотел добавить по технологиям. Вот обратили, может, видно быть, нет? На экране. Да, конечно. Вот такие участки получаются от чего? Значит, сегодня хорошие подрядные организации имеют специально асфальтовые перегрузчики. Асфальтовые перегрузчики для асфальта. Для чего? Потому что сегодня мы при разгрузке и погрузке асфальта используем, получается у нас и фракционные сегрегации, температура. Что это такое? Это когда в машину погружается асфальт, и вдоль его бортов образуются мультики холода. Там асфальтно-бетонная смесь уже холодная. Вот мы ее выгружаем, бард открываем, шнек ее распределит. Ну, рабочие немножко раковины заделат, а сам асфальт уже не укатывается. И попадая в воду, начинается разрушение. Вдруг вот смотрите, едете по дороге. И вдруг раз, ямка образовалась. Откуда? А вот так. Поэтому вот современное новое оборудование, которое поступает у солидных подрядочников, позволяет эту смесь все перемешать, создать однородную температурную и фракционную смесь. И еще один очень важный показатель, что погрузчики, они не бьют, как самосвал в асфальту кладчике. Видно, трудно подать назад, не столкнувшись. Вот такая технология сегодня должна обязательно у всех подрядных резерв существовать. И это главная часть. Конечно, это очень дорогая машина. Но если мы хотим делать качественные дороги, чтобы потом вот с такими ямками не сталкиваться, они, кстати, сразу видны. Вот где самосвал разгрузился, можно сразу определить, где будет у вас будущее уже разрушение асфальта бетона. Поэтому, кроме технологий, естественно, сейчас у нас и полимеры бетонные, и качественный материал принимать. Но очень важно отнести. И технику мы сегодня уже используем очень солидно. Поэтому здесь есть над чем еще поработать в этом плане. Вот мы сейчас с вами говорим о том, как сделать дорогу хорошую, а как вообще предотвратить, чтобы это не было. А вот какие есть главные враги, так скажем, дорожного фронта? Это грузовые автомобили, возможно, коррупционеры, дорожники. Какие у вас есть варианты? А что вы имеете в виду под коррупционеры в дорожной отрасли? Ну, это такая завуалированная. Это уже, как пишут наши телезрители о том, что возможно. Я не знаю, с точки зрения фронтовиков, врагов-то, они, прежде всего, на фронте ищут. Ну, смотрите, у нас в Российской Федерации преступление пока не доказано судом, не являются. Поэтому мы не можем сказать, что где-то есть какие-то коррупционеры. Конечно, везде встречаются какие-то случаи, они наказываются уголовным кодексом и много резонансных случаев. Но вообще все делается так, как положено, потому что это не так просто, как кажется, что сделать дорогу дешевле, чем она стоит. Очень много проверок, очень много считают, смотрят, все проверяют. Это практически невозможно. Ну, не совсем можно сказать. Ну, на 99%. Я просто хотел добавить по врагам. Значит, вода – это главный враг дороги. Если мы ее вовремя не уберем, а, к сожалению, у нас так и происходит, то ливнеки забиты, то, значит, соответственно, водотвод не обеспечен. Ну, и сегодня, в последнее время, особенно в городе, где большая интенсивность, это шипованная резина. Будем все это констатировать. С этим надо что-то и делать. В конце концов, это позволяет вкладывать лишние деньги. То есть, понимаете, это тоже ведь не совсем безопасно. И когда колея, особенно если вот в период, когда замерзает, вот сейчас отрицательная температура, машина, попав в колею, очень серьезно имеет неприятности вылетать и прочее, прочее. То есть, вот этот, ну, грузовый транспорт, само собой. Но сегодня у нас практически, в основном, транзит весь проходит мимо Казани. Хотя, тоже надо подумать. Здесь много проверок. Да, нет. Ну, и потом, понимаете. И пропускной режим, летний, весенний. После того, как развалился Советский Союз, ведь ведь железнодорожный транспорт практически стал невостребованным. Все грузы перейтились на автотранспорт. Соответственно, сейчас очень удобно от производителей чуть ли не к порогу дома доставлять автотранспорт. А это, соответственно, увеличение интенсивной нагрузки на дорогу. Поэтому. Согласна. А потом еще мы же нормативные нагрузки не считаем. Потому что в свое время, вот еще в советское время, да, 6 тонн на ось было. Сейчас 10 тонн. Уже вот расчеты сегодня идут на 11,5 тонн на ось. А дороги, которые в Германии, там уже 13 тонн на ось считают. Несоизмеримо. А у нас есть звоночек в студию. Предлагаю его принять. Здравствуйте. Здравствуйте, Бешка. Я хотела вот такую вопрос задать. Вы знаете, у нас в поселке Нагорном, на улице Динамо, в том году провалил этот год. И получилось так, что они осенью не смогли положить асфальт. Они обещали, скажем, на следующий год. Вот хотелось бы узнать, в этом году когда положат нам асфальт на центральную часть? Спасибо за вопрос. Здесь вам лучше обратиться в исполнительный комитет города Казани. Там вам дадут ответ, как у них это запланировано. А в целом, как республика выглядит на фоне других регионов? Многие говорят, что у нас в республике очень хорошие дороги. Вот у меня, когда родственники приезжают из Башкирии, они говорят, вот у вас в Татарстане, в Казани, какие хорошие дороги. Это действительно так, особенно если сравнивать с регионами, которые, ну не берем в расчет Москва-Питер, крупные города, а если сравнивать с регионами, которые расположены по соседству, у нас действительно дороги очень хорошего качества. И не так много людей действительно жалуются на плохие дороги. То есть есть такой миф, что дороги плохие. Но действительно, кто ездит много, кто ездит каждый день. Допустим, если взять водителей такси, водителей автобусов, мы часто с ними общаемся, когда проводим мониторинг дорог. Они в большинстве своем довольны тем, как это происходит. Особенно у которых есть с чем сравнить. Еще один звоночек в студию. Здравствуйте. Ничего страшного, я думаю, нам перезвонят. А вот у нас в группе ВКонтакте мы провели голосование. Успевают ли весной починить дороги, по которым вы передвигаетесь? Где около 10% ответили, да, все ямки убирают, оперативно и качественно. И в основном ответили, что нет дороги, как после войны. Ремонт они видели несколько лет. Вот как можно прокомментировать, напоминаю, это наши телезрители. Так проголосовали. Больше компетенции. Ну смотрите, весна начинается 1 марта. 1 марта еще лежит снег на всей территории Республики Татарстан. Еще невозможно даже начать ремонт дорог. Ремонт дорог начинается тогда, когда это есть смысл делать с точки зрения погодных условий. Он начинается, он идет столько, сколько это нужно. Когда ремонт заканчивается, дороги приводят в надлежащее состояние. Сейчас ремонт, как мы видели, в Нурлате уже начался, идет полным ходом. В Казани тоже потихоньку начинается весенний ремонт дорог. Спасибо большое за интересное интервью. Будем надеяться, что наши дороги будут еще лучше. Теперь показатели будут не 80%, а все 100%. Дадим до 100%. Это федеральные. А также наши. Пусть показатели улучшаются. Будем подтягиваться. Спасибо. До свидания. Это были главные новости. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»